В одном из столичных центров реабилитации не снижается число обращающихся женщин, которые пострадали от семейно-бытового насилия. По данным руководителя фонда Кургау Астана, у них в 2023 году побывали 220 жертв семейной тирании. В то время как годом ранее их было 136 человек. На этом фоне член национального култа Айман Умарова предлагает создать институт прав женщин и детей. Для чего и чем там помогут, знает Даля Насипова. Кризисные центры, которые на определенное время могут принять женщин, пострадавших от семейно-бытового насилия, не пустеют, а напротив принимают все больше постояльцев. Руководитель фонда Кургау Астана Анна Рыль связывает тенденцию с тем, что жертвы насилия стали чаще обращаться за помощью и говорить о своих проблемах. Если в позапрошлом году через приют прошли 136 человек, то в 2023 помощь получили 220 женщин. Для того, чтобы исправить ситуацию с бытовым насилием, необходимо развивать службы социальной и психологической помощи, отмечает руководитель фонда. Самое важное это развитие психологических служб. Почему? Потому что у нас в основном психологов, магистратура, допустим, психолога это только психолог-преподаватель. То есть нужно развивать такие направления, как кризисные психологи, семейные психологи. То есть узкоспециализированные специалисты в области психологии. О проблемах домашнего насилия чаще стали говорить не только сами жертвы, но и общественность. Вопрос о необходимости создать в Казахстане институт защиты прав женщин и детей подняла перед президентом адвокат Айман Умарова. По ее словам, большинство жертв бытового насилия не знают своих прав и какую помощь они могут получить. Прихожу к выводу, что большинство жертв насилия находятся в неведении относительно своих прав и возможностей, которые им может предоставить государство. В связи с чем предлагаю создать институт прав женщин и детей, который будет заниматься информированием, повышать правовую грамотность не только в городах, но и в отдаленных районах. Болезненными вопросами в Казахстане сегодня также являются наркотики и лудомания. Правительство совместно с депутатами намерено решить проблемы, изменив законодательство. Далее Насипова Нурлану, Тегенов Достан, Тимар Бекула, телеканал Алматы, Астана.